Ктулху. Сложно найти человека, который бы не слышал это имя. В своем доме, в рельехе, мертвый Ктулху ждет и видит сны. Это не поддающееся описанию ни одним из человеческих языков Великий Древний, пробуждение которого, по верованиям его последователей, принесет гибель всей человеческой цивилизации. Несмотря на его тотальную известность, немногие вообще представляют, кто такой этот Ктулху. В этом видео вы узнаете все о самом знаковом монстре из произведений великого и ужасного Говарда Филлипса Лавкрафта. Вообще, встреча с неизведанным в произведениях Лавкрафта почти неизбежно вела к страшным последствиям и не всем удавалось выжить. Кто-то погибал, а кто-то сходил с ума. И если вдруг вы собираетесь отправиться в экспедицию к руинам рельеха или исследовать последние оплоты старцев в Антарктике, то вам просто обязательно нужно подготовить свой мозг должным образом. В этом вам поможет Викиум – простой и крайне эффективный способ тренировки мыслительной деятельности во всех направлениях. Хотите научиться читать в несколько раз быстрее, запоминать большие объемы информации или творчески подходить к решению любой задачи? Тогда тренажер для мозга Викиум – это то, что вам нужно. В основе приемов тренировки Викиум лежат методики российских и зарубежных нейропсихологов, не раз доказавших свою эффективность в ходе множества экспериментов и научных работ. Проходить курсы можно как с компьютера, так и с мобильника, тем более первые занятия бесплатны. Потратьте всего 15 минут в день и выведите возможности своего разума на новый уровень. Ктулху – великий древний, спящий на дне Тихого океана в зловещем мертвом городе Орльех. Даже его имя, которое мы знаем, произносится неверно исключительно из-за того, что ни в одном человеческом языке нет звуков, подходящих для произношения имени великого спящего. Это существо колоссальной мощи, космическая сущность, древнее самой Земли. Оно не из нашего мира и, по словам самого автора, оно существует в невообразимом, жутком противоречии всем законам материи, энергии и космического порядка. Ктулху не состоит из плоти и крови. У него есть форма, но форма эта будто бы создана не из материи. Он есть, но он не живет, ибо он бессмертен и находится вне времени, а такие понятия, как жизнь, смерть, добро и зло – это не про Ктулху. По всем данным, которые имеются, Ктулху внешне представляет из себя громадное внеземное существо, сочетающее в себе несочетаемое. Голова напоминает моллюска, на которой растет огромное количество щупалец. Тело антропоморфное, с примерно человеческими пропорциями, а на спине имеются длинные узкие рудиментарные крылья. Руки и ноги, или скорее конечности, заканчиваются чудовищными огромными когтями. Точного описания Ктулху, его физических характеристик и полного списка его способностей не существует, и если кто-то будет вам говорить, что точно знает рост Ктулху или размах его крыльев, то гоните этого человека в бездну. Однако есть несколько упоминаний, которые помогут нам представить примерные размеры Великого Древнего. К ним мы вернемся чуть позже, когда я расскажу о том случае, когда Ктулху на какое-то время пробудился. Ктулху и его потомки пришли на Землю с далеких звезд еще до того, как первый человек сделал шаг по поверхности планеты. Их родной мир, Вурл, находится в некой двадцать третьей туманности. Когда звезды располагались в нужной последовательности, эти существа могли совершать межзвездные путешествия. Ктулху со своими потомками посетили множество планет и скитания привели их на Юг Год, планету, которая то ли являлась спутником Плутона, то ли двигалась по невероятной орбите, перпендикулярной орбитам других планет Солнечной системы где-то за Нептуном. После этого они и попали на Землю, где отстроили черный город Орлиех, в котором покоятся Ктулху и его потомки. Доминантной расой на планете Земля в те давние времена, миллионы лет назад были старцы, старшие существа или старейшины в зависимости от перевода, построившие города в разных частях планеты. Но разразившаяся между старцами и Ктулху война привела к тому, что почти все оплоты старцев были разрушены, и две расы заключили перемирие, по итогам которого земля была поделена на своеобразные сферы влияния, старцам достались океаны, а потомкам Ктулху суша. Эта цивилизация начала процветать, а поверхность земли начала обрастать городами, включая Орлиех. Но случилось некое событие, из-за которого эти города погрузились под воду. Неизвестно точно, появились ли к тому времени люди или еще нет, но Ктулху со своими последователями оказались запертыми в подводном городе Орлиех. Сам же Великий Спящий обладает потрясающе сильными телепатическими способностями, и в редкие моменты, когда Орлиех поднимается с морского дна, он вещает в разумы людей по всей планете, заставляя их формировать ячейки культа Ктулху. Члены культа верят, что однажды, когда начнется парад планет и звезды благоволят, Ктулху окончательно пробудится в своем древнем городе-гробнице, вернув себе всю свою прежнюю мощь. И пробуждение это ознаменует гибель человеческой цивилизации, а люди переродятся, попав, так же, как и сам Ктулху со своими потомками, за грань времени, за грань добра и зла. Но пока Ктулху не способен вселиться в разум каждого человека на планете из-за того, что толща морской воды глушит телепатические способности. Точная причина заточения Ктулху и всего Рельеха под водой неизвестна, но некоторые говорят, что к этому могли приложить руку старшие боги, которые могли таким образом противостоять древним во главе с Ктулху. Однажды, когда Рельех поднялся с морского дна, в город попала команда торгового судна, и им не посчастливилось увидеть временное пробуждение великого спящего. От одного только вида исполинского существа двое моряков погибли на месте. Густав Йоханссон, один из двух выживших после той встречи, уверял, что виной тому страх, но кто-то склоняется к мысли, что виной тому были потрясающие псионические способности Ктулху. Даже только что пробудившийся, он без труда смог довести их до смертельного безумия. Еще нескольких он буквально смел своей огромной когтистой лапой. Далее речь пойдет о том, что, пожалуй, вызывает наибольший спор, когда речь заходит о Ктулху, о его истинном росте. Я встречал огромное количество статей, обсуждений на реддите и прочих сайтах, а также роликов, где люди уверяли, что рост Ктулху 20 метров, или 100, или 300, кто-то даже говорил, что его высота от 4 до 6 километров, ведь Лавкрафт точно указал координаты, где покоится рельеф, а глубина океана там как раз варьируется от 4 до 6 километров. И Ктулху в тех местах то ли плыл, то ли шел по морскому дну, возвышаясь над гладью воды. После того, как Густав Йоханссон и еще один моряк бежали с поднявшегося на поверхность рельефа, Ктулху последовал за ними, а голова его возвышалась почти до бушприта. Это такой брус на носу корабля. Во-первых, даже если Ктулху шел по дну за кораблем, то надо помнить, что рельеф в этот момент не находился на дне океана на том уровне, как обычно. Он буквально вышел на поверхность, то есть ни о каких 4-6 километрах речи быть не может. Во-вторых, не раз упоминалось, что физическое воплощение Ктулху – это вещь довольно непостоянная. Мне очень понравился комментарий одного из участников спора. К сожалению, я столько всего перечитал, что уже не помню где и кем это было сказано, но прозвучало это примерно так. Представьте, что Ктулху стоит перед вами, допустим его рост 5 метров. Вам страшно? Если нет, то увеличьте рост монстра. И в тот момент, когда уровень вашего страха дойдет до такой планки, после которой увеличение роста Ктулху уже не будет вас пугать еще больше, то вот это и есть его рост. Можно ли убить Ктулху? На этот вопрос окончательного ответа нет. Напоминаю, что это одно из древнейших существ вселенной, а это уже о многом говорит. Возвращаясь к тому моменту, когда Йоханссон удирал от Ктулху по просторам Тихого океана. Скорость плавания или ходьбы Ктулху по дну не позволяла Шхуне удрать, поэтому храбрый норвежец резко развернул яхту и направил ее прямиком в голову монстра. Это привело к тому, что корабль раскроил череп Ктулху, что дало время уйти. Но уже через несколько мгновений Йоханссон увидел, что тело Ктулху с потрясающей скоростью регенерирует, то есть возможность его уничтожения под вопросом. Ну что, давайте представим, что бы было, если бы в эти мгновения Звездная Бесконечность над нами решила наконец пробудить Древнего Спящего, а океанскую глубь сотрясла несущаяся вверх древняя каменная махина Рельех. Какова была бы судьба планеты, если бы жрецы культов Ктулху почувствовали, что настало время пробуждения. Ктулху древний, как сама вселенная, он мудрее всех живущих и живших мыслителей вместе взятых. Встреча с моряком Йоханссоном убедила Ктулху в том, что перед тем, как явить себя миру, нужно окрепнуть и полностью пробудиться, вернуть всю свою мощь и подготовить планету к своему пришествию. Набирая силы в поднятом на поверхность Рельехе, Ктулху отныне может свободно общаться с любым человеком на планете, ведь более ему не мешают километры воды, и над ним не бьют хвостами киты. Ктулху нельзя уничтожить окончательно, ведь он очень быстро регенерирует и восстанавливает силы после любых повреждений, но все же нужно лишить человечества их главного и самого мощного оружия – ядерного. Для этого он влияет на разум лидеров ядерных держав, а члены культа внедряются в их ближайшее окружение. То же самое касается вооруженных сил. Со временем все главы государств и высший командный состав становятся членами культа Ктулху. Он не спешит. Он ждал миллионы лет в своей подводной гробнице. Какие-то месяцы или годы – ничто. Ведь вся история человечества пронеслась, словно миг в его сне. Главы земных государств в небывалом единстве соглашаются отказаться от оружия массового уничтожения. Человечество ликует, поражаясь мудрости своих лидеров. И вот приходит день, в который Земля изменится навсегда. Улицы городов заполняют безумные толпы людей, которые убивают друг друга без разбора. Из моря выходят потомки Ктулху и превращают кровавую, безумную и беспощадную бойню в сюрреалистический хаос. Ктулху, обретший свою полную силу, ждавший этого миллионы лет, наконец-то может сотворить то, что было предсказано, и вознести человечество на новый, недостижимый доселе уровень. Или же низвергнуть его в самые глубины тьмы, это как посмотреть. И нет никого, кто бы мог ему помешать. Разум каждого из нас был затронут безумием. Человеческой цивилизации пришел конец. Если вам понравился ролик, вы знаете, что делать. Главное, ставьте лайк и звоните в колокольчик. И продолжайте смотреть ролики на моем канале. Вот вам несколько интересных прямо в центре экрана. А еще, если хотите прочитать интересную рецензию на Азов Ктулху, заглядывайте в инстаграм Агаты по ссылке в описании.